За всю жизнь вы совершаете большое количество ошибок. Это нормально. Вы падаете, но затем встаете и продолжаете идти вперед. Но поймите, не все решения, не все ошибки равнозначны. Вот несколько ошибок, из-за которых ваша жизнь пойдет в неправильном направлении, куда вам точно идти не стоит. Вот о чем это видео. Я хочу поговорить о пяти убийственных ошибках, которые совершают молодые люди и как их избежать. Первая ошибка. Слишком долго оставаться на работе, которая просто сойдет. Когда я составлял этот список, я думал так. Не оставаться на работе, которую ненавидишь. Но это другое. Если человек ее ненавидит всей душой, то подыщет другую. Что коварнее и опаснее, работа, которая сойдет. На ней платят деньги, но вы не воодушевлены ею. И вы уже работаете месяц. Ладно. Прошел год. Сойдет. Ну, два года, пять лет, десять лет, двадцать лет. И жизнь прошла. А вы провели на нелюбимой работе. И в чем причина, почему это плохо? Вы никогда не станете рок-звездой. Вы не будете брать дополнительные часы. Вы не будете проводить выходные, стараясь узнать больше, стать лучше в своем ремесле. Вы не будете разбираться в этой отрасли. Вы никогда не будете высокооплачиваемым. Вы никогда не станете влиятельным. Поймите, работа для мужчин – нечто особенное, что определяет нас. Я понимаю, что это звучит неполиткорректно, но я всей душой верю, что у мужчин одна из великих целей. Особенно, когда у вас есть семья или о ком заботиться. Это обеспечивать и быть способным что-то дать. И один из лучших способов это сделать – это работать, иметь бизнес, заниматься тем, что вас вдохновляет. Так что однажды не проснитесь стариком, вспоминая об упущенной мечте. Вторая убийственная ошибка – не иметь страховки. И вы скажете, «Антонио, зачем мне об этом думать? Когда я умру, мне уже будет все равно». Это не для вас. Это забота о том, кого вы покинете. У меня был друг, который умер. И угадайте, что? Он взял кредит, а мама была поручителем. Угадайте, кто расплачивался с кредитом. Если у вас есть дети, если у вас есть семья, позаботьтесь о страховании жизни. И на это нет оправданий. Третья ошибка – не питаться правильно. Я нахожу забавным то, что большинство мужчин знают, как заниматься в зале. Решили прийти в форму, что мы делаем? Мы начинаем чаще тренироваться. Можем повышать интенсивность наших тренировок. Но очень редко происходят изменения в еде, которой мы снабжаем наше тело. Если посмотреть на уравнение, здоровье равно отдых плюс фитнес плюс питание. Фитнес и отдых значат гораздо меньше, чем то, что вы закидываете в свой организм. А это три главных компонента здорового тела и здоровой жизни. Но так много мужчин это игнорируют. И я не говорю, что палеолитическая диета – это правильно. Или веганство и вегетарианство правильно. Я скажу то, что стоит начать следить за тем, что ты ешь. Четвертая ошибка – пренебрежение своими отношениями. Как мужчины, мы хороши в создании дружбы в старшей школе и колледже. Но когда мы начинаем работать, веселье заканчивается. Мы становимся профессиональнее, более сдержанными, и мы не строим таких отношений с окружающими. И мы встречаемся с друзьями из колледжа, со школы, мы созваниваемся, но жизнь идет. Люди женятся, заводят детей, переезжают на другой конец страны, и потихоньку отношения угасают. Поймите, что ваше здоровье, ваше счастье, уровень успеха и обычно ваши взгляды на жизнь – все связано с отношениями между людьми. Умеете делиться, общаться с людьми. Чтобы вы позвонили им, когда понадобится помощь, сфокусируйтесь на ваших отношениях. И есть два способа, что с этим делать. Первое – начните строить новые отношения. Поймите, не каждый сможет поддерживать отношения. Поэтому вам всегда нужно обдумывать, как вы будете создавать новые дружеские отношения. По опыту, это одно из самого сложного для мужчин. И это одна из причин, почему я создал StyleCon. Он включает в себя моих друзей по индустрии. Своеобразная тусовка. Я собираю их вместе, чтобы мы получили удовольствие от общения. Мы взаимодействуем. Мне нравится общаться с коллегами и с тем, кто считает себя моими конкурентами. Мы можем жаловаться друг другу в стиле «Да, это было тяжко». Или «Мужик, я всю ночь делал это видео, 10 раз исправлял». Подобные моменты делают вашу жизнь лучше. Второе – сфокусируйтесь на своих старых отношениях и осознайте, они никогда не будут прежними. Может, у этого человека появится семь детей, а вы будете еще холост. Хоть вы и не поймете в этом друг друга. Да, вы можете вспомнить те игры в футбол, в которых вы просто пропадали. Но вам нужны силы, чтобы пойти дальше, поддерживать старую и создавать новую дружбу. Следующая убийственная ошибка. Возможно, кто-то возмутится, но не женитесь на неправильном человеке. Вы знаете, о чем я говорю. У вас есть друг, который женат, и он чувствует себя в ловушке. Ему это не нравится, он думает, что он один такой. Он не может вылезти оттуда. Что взятые на себя обязательства – это его крест. Отсюда вопрос – как узнать, что ты женишься на правильном человеке? Как узнать, если даже женишься? Ну, позвольте мне сказать, я считаю, брак – это работа. Было прекрасное исследование, где сравнили браки по договоренности с браками по любви. И верите вы или нет, оказалось, браков по договоренности больше. Если вы посмотрите на уровень счастья таких браков, то он ниже, чем у браков по любви. Но со временем браки по договоренности становятся более счастливыми. Браки по любви обычно менее счастливыми. Почему так происходит? Потому что когда люди вступают в организованный брак, они понимают, что им нужно работать каждый день, чтобы понять друг друга и создать отношения. И если вы подойдете к браку с таким образом мышления, осознайте, что время идет, я должен узнать этого человека лучше, должен быть скромнее, более открытым, я должен стараться для него. Я считаю, что это правильный путь. На этом все, господа. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok